Ну, когда мы используем иностранные слова, наши дети, школьники, не совсем могут понять. Что-то там в Москве обсуждают какие-то санкции. Что это такое? Я бы просил всех наших юристов, журналистов, авторов вот таких терминов, обозначений. Использовать русский язык. Санкции, ограничения. Тогда детям будет понять, вот правила дорожного движения, есть ограничения. Вы воспринимали, что это не что-то страшное, санкции, санкции. А ограничения? Ограничения есть в приёме пищи. Не надо много кушать. Всем это понятно. В этом плане, чтобы это не звучало. Началась рецессия. Как хорошо, красиво, рецессия. Упадок экономики, рецессия. Стагнация. Застой. Нет, стагнация. Поэтому здесь надо это правильно использовать, потому что это имеет значение. Сейчас миллионы детей. Спросите в Барнауле. Что там в Москве сегодня заявление было по санкциям? Какие санкции? Ничего же не поймёт. Русский народ не поймёт, что мы здесь обсуждаем. Почему мы должны употреблять эти слова? Употребили слово революция. Вот Киев орёт. Революция. А по-русски бы сказали мятеж. Мятеж. Мы мятежники. Не каждый бы стал орать мятеж. Мятеж это сломать что-то. Это выступить против существующего порядка. А революция красива. Это тоже имеет значение. Ведь там на Западе меньше таких вещей происходит. Потому что они на родном языке говорят. А у нас весь политическая лексика, вся, полностью засорена этими чужими словами. Чужими. Дефолт. Ну вот всё, дефолт. Многие не понимают в деревнях, какой-то дефолт произошёл. Какой-то Кириенко. Киндер-сюрприз. Что это такое? Это хвалит его или это оскорбление? Что это такое? Киндер-сюрприз. Ну, вот такие вещи, когда мы для себя делаем. Вот 200 лет назад вся интеллигенция Москвы по-французски говорила. Ну и чем кончилось? Поражением этой интеллигенции и многим другим вещам. Офицеров закалывали крестьяне. Думали, что это французы. Они, видите, нерусская речь. И убивали русских офицеров, потому что не понимают русские крестьяне. Чужой язык. Поэтому сами санкции, конечно, это оскорбление для нас. Но здесь нам нужно на будущее просто, может быть, выбирать тоже формировки такие. Вот Елена Мизульна попала за этот закон. Я просто вам советую, товарищеский. Для Европы есть три темы, которые очень деликатные. И которые очень, так сказать, волнительны для них. И которые очень вызывают у них, так сказать, желание наказать тех, кто занимает не ту позицию. Это вот коммунизм, евреи и гомосексуализм. Надо хвалить. К коммунистам надо как к детям относиться. Левые всегда левые везде. Нищета по всем мире. И с левыми бесполезно бороться. Они все левые, Европа. Все левые. У них слово правое, это оскорбление. Но, конечно, не как наши левые. Евреи народ измученный. Издеваются. Смотрите, Киев опять антиеврейские подромы. Чуть что где-то произойдет. Виноваты евреи. Ну, тоже аккуратнее. Но это у нас решено. У нас коммунисты были правящей партией. Евреи сегодня у нас просто в восторге. Везде они. Все получили на максимум. А вот тема сексуальных меньшинств, на чем проблема возникла. Тоже надо как-то стараться обязательно нам делать то, что мы считаем нужным. Защищать интересы. Мы могли бы как сделать? Внести поправку в закон об ограждении несовершеннолетних детей наших от вредной информации. Все. Это вот за вуалированная поправка она бы не вызвала вот той реакции у них. Потому что у них это проблема связанная именно со статусом гей-сообщества. Вот в Нью-Йорке идет сейчас какой-то там праздник католиков. И мэр не принимает участие, потому что организаторы этих праздников не разрешили гей-сообществу идти со своими плакатами. Вот все. Мэр Нью-Йорка говорит, а я не пойду к вам на ваш праздник, раз вы нарушаете права гей-сообщества в Нью-Йорке. Поэтому на будущее обязательно нам занимать собственную позицию. Но у нас есть хороший закон. Об ограждении наших детей от любой вредной информации. И не было проблем. Мы на ровном месте создаем проблему. Ибо ни один парламент в стране не принимал такого закона. Наоборот. Они расширяют права. Попробуйте в армию не призвать. Попробуйте с работы уволить. То есть любая дискриминация поднимается шумом. По-товарищески говорю. Насчет евреев мне Крючков посоветовал. Мы к нему пришли, представители разных партий, первый раз. И все уходили. А он мне сказал, лучше евреев не трогай. Не надо. Я не понял почему. Но прошло 25 лет, я понял. Не надо трогать. Замечательные люди. Чего их трогать, а у них в руках вся пресса, деньги. Да и трогать не за что. Ведь они создали великую культуру. Все композиторы, представители этого великого народа. Писатели, художники, драматурги, юристы, врачи. Но внизу вот так, на маргинальном. Да и политики возьмите. Немцов, Явлинский, Хакамада. И пятая колонна сформирована тоже из них. Но это же хорошо на Олимпе. Понимаете, что они всегда на Олимпе. Это же хорошо. И ласковый теленок трех маток сосет. Двух уже трех теперь сосут. Двух мало уже теперь. А в Средней Азии у нас четырех маток сосут. И Китай, и Америка, и Россия, и исламский мир. Вот четыре соска. Расцветает в Средней Азии. То Москва что-то давала, теперь Китай дает. И исламисты дают, и Америка. Поэтому это имейте в виду. Поэтому, конечно, это оскорбительно. Мы должны найти способ нейтрализовать этого. Вот меня не включают в списки. А Миронов включили. Знают, что Миронов ничего не сделает по ответу. А я бы им такое устроил бы за включение. Я вам уже пригласил. Попробуйте меня включить. Я все ваши посольства перекрою здесь в Москве. А Миронов включили. И я еще не знаю, должен ли человек из черного списка возглавлять политическую фракцию. Могут перейти в рядовые депутаты. Тем более, что депутат фракции «Справедливая Россия» шел с бандеровцами в это воскресенье. И орал бандеровские лозунги. И орали фашистские лозунги «Слава Украине! Слава героям!» Это как Хайл Гитлер сегодня звучит. Это представитель фракции «Справедливая Россия». Нужна ли нам такая фракция? Давайте подумаем.